У меня ощущение, что меня знают все мошенники. Они мне иногда звонят, я только хочу начать записывать, а не сбрасываю. Топ-5 ответов, которые ненавидят телефонные мошенники. Как поиздеваться над мошенниками? Они обычно портят настроение этими звонками, но есть способ изменить вообще ситуацию на корню. В этом видео я вам дам 5 фраз, с помощью которых вы можете поиздеваться над мошенниками, и после этих фраз вам точно перестанут звонить мошенники. Как они перестали звонить мне? И обязательно посмотрите это видео до конца, потому что в конце я вам скажу, как заставить смущаться самого прожженного мошенника и заставить его прекратить разговор с вами. Последние полгода мне перестали звонить мошенники, а если они даже звонят, они через одну минуту прекращают разговор. Почему? Потому что ролики про мошенников набрали огромное количество просмотров, они уже видимо меня знают и понимают, что я сейчас начну снимать для вас контент. Ссылку на один из самых популярных роликов про мошенников я оставлю в описании. Что же я им такого говорю, что они не хотят со мной разговаривать и что получаются такие интересные ролики? Давайте по порядку. Первое. Вы должны сказать мошеннику, что на вашем счету есть много денег. Например, вы говорите о том, что у меня есть на счету 2 миллиона рублей. Это просто заставляет их иметь бешеную мотивацию, чтобы вас обмануть и чтобы как-то убедить вас снять эти деньги, либо отправить им на счет. И конечно же это такая фишка, потому что они будут зря тратить силы, если у нас нету на самом деле этих денег. И второе. Они не смогут вас убедить на получение кредита, который нужно им отправить. Это, кстати, один из самых популярных способов мошенничества. Если вам тоже звонили и пытались выяснить, какое количество денег на вашем счету, поставьте лайк под этим видео. Второй способ рассказать мошенникам, что вы хотите приехать к ним, чтобы разобраться в ситуации. Могу привести пример. Вот мне однажды звонили и мошенник назвал адрес отделения банка Красная площадь, дом 1. И это уже, во-первых, у меня у самого вызвало смех. И второе. Понятно, что никто не поедет в Красная площадь, дом 1. Всем нам известно, что находится по этому адресу. Третий способ. Прямо в лоб его спросить. А может быть вы мошенник? Может быть вы хотите меня обмануть? И, конечно же, в таких ситуациях они не знают, как действовать. Они начнут оправдываться, рассказывать какие-то истории. Как правило, рассказывают, что внутри банка есть мошенники. Тут самое главное не что они ответят, а как они ответят. И по реакции вы все поймете. Следующий способ, мой самый любимый, попросить связать с начальником. Вот мне один раз позвонили мошенники. И мы часа два с ними, наверное, разговаривали. Разговаривали, и они переключали от одного человека к другому. И каждый следующий представлялся начальником предыдущего. И мой разговор с ними закончился тем, что они меня послали на три буквы. Да, нервы не выдержали. И самое интересное, что вот этот последний мне задал такой вопрос. Вам что, нечем заняться? С нами два часа разговаривать со всеми? А вы как предпочитаете? Поговорить с мошенниками или сразу бросаете трубку? Если вы с ними разговаривали, напишите самый интересный разговор в комментариях. Я думаю, всем будет интересно. Пятый совет, это мой любимый. Я им говорю всегда правду. Минуточку, я включаю камеру и буду записывать наш разговор. И это их ставит в ступор. И в 99% случаев они просто прекращают разговор. И не хотят больше вас обманывать. И, конечно же, напоследок, то, что я вам обещал, это выбит точно любого мошенника из сколи. Нужно пофлиртовать. Пригласить на свидание. Сказать, какой милый голос у мошенника. И тогда они точно растеряются. Предлагаю вам в следующий раз, когда позвонят мошенники, попробовать все, что я вам сегодня рассказал. И написать под следующими роликами, что у вас получилось. А я, как только в следующий раз мне позвонят мошенники, пофлиртую с ними, посмотрим, что из этого получится. Если я не смогу из этого сделать целый ролик для YouTube, обязательно опубликую этот материал в своем Telegram-канале. Если вы еще не подписаны на него, обязательно переходите по ссылке в описании. Там очень много полезного и интересного материала. И в том числе про то, как общаться с мошенниками, что делать, если вас обманули и другие юридические советы. Продолжение следует...